С 2011 года в Свердловской области избирателями в возрасте от 14 до 31 года выбираются члены Молодежного парламента региона. В октябре этого года законодательным собранием Свердловской области внесены изменения в положение о Молодежном парламенте. Председатель Артемовской районной территориальной избирательной комиссии Нина Кулешова рассказала о сути этих изменений, но сначала напомнила о структуре этого органа. Депутатами Молодежного парламента могут стать молодые люди, проживающие на территории Свердловской области в возрасте от 16 до 30 лет. Численный состав Молодежного парламента – 50 депутатов. Выборы проводятся через два года. В этом году истекает срок депутатских полномочий нынешнего состава Молодежного парламента Свердловской области. Выборы новых назначены на 11 декабря. Депутаты могут выдвигаться политическими партиями, общественными объединениями и также в порядке самовыдвижения. Постановлением Молодежной избирательной комиссии Свердловской области установлены сроки приема документов по выдвижению. Документы на выдвижение принимаются с 5 ноября по 20 ноября 2015 года. Депутаты будут избираться по одномандатным, двухмандатным округам. В городе Екатеринбурге будут выбираться по партийным спискам. Образован Артемовский одномандатный избирательный округ номер 20. В состав округа, то есть территориально в состав округа входит территория Артемовского городского округа, Режевского городского округа, город Алапаевска, Алапаевский район и Махнёва. Вот это все одномандатный округ номер 20. Полномочия окружной избирательной комиссии, молодежной имеется в виду, возложены на Артемовскую районную молодежную избирательную комиссию. То есть кандидаты, кто изъявляет желание стать депутатом, баллотироваться, представляют документы сюда к нам в Артемовский. На сегодняшний день документов еще не поступило. То есть ни одного кандидата, ни один кандидат еще не представил документы. Хотя есть люди, молодые люди, которые изъявляют желание баллотироваться. Это из нашего города и из Режа, из Алапаевска. Но еще раз повторяю, что документы еще пока не поступили. Значит, для проведения голосования на территории нашего муниципального образования образовано 20 участковых избирательных комиссий. Участковые комиссии молодежные образованы на территории школ. Все средние школы, общеобразовательные школы, и включая два колледжа. Это здесь у нас избирательные участки. Нет избирательных участков в малокомплектных школах. Это писанец Низева и Большетрифонова. Ну, во-первых, там очень маленькое количество учащихся. А самое-то главное в том, что у нас избирателями могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года. Поэтому в этих школах по согласованию с управлением образования избирательные участки не образованы. Нина Кулешова подчеркнула, что для того, чтобы избежать неразберихи, номера участков останутся прежними, в соответствии с теми, которые используются во время других избирательных комиссий. Определён численный состав участковых избирательных комиссий молодёжных. Сейчас мы начинаем приём документов по формированию молодёжных участковых избирательных комиссий. Членами молодёжных избирательных комиссий участковых могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 35 лет. Значит, численный состав от 5 до 14 человек. Но мы определили, у нас максимальный будет 7 человек. Это большие школы, КТП, техникумы. И 6 несколько человек, а в основном 5 человек. До 25 ноября будут сформированы участковые молодёжные избирательные комиссии. Школьники и студенты будут голосовать в своих образовательных учреждениях, а работающую молодёжь приглашают посетить с паспортом любой избирательный участок, вне зависимости от места прописки. В субботу 11 декабря молодёжь и подростки могут сделать свой выбор с 10 до 16 часов по местному времени. А тем, кто решит выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата молодёжного парламента Свердловской области, напомним. Округ у нас одномандатный, а следовательно победит лишь один кандидат, суммарно набравший большее число голосов.